Каждый год в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне в Ленинском районе проходят памятные мероприятия, не исключение и сельское поселение Развилковское. В майские дни здесь возле памятников и обелисков традиционно собираются дети и взрослые, чтобы отдать дань уважения защитникам нашей Родины. В одном из таких мероприятий приняла участие и наша съемочная группа. За всё, что есть сейчас у нас, за каждый наш счастливый час, за то, что солнце светит нам. Спасибо доблестным солдатам, что отстояли мир когда-то. Традиционно в начале мая администрация поселения Развилковское совместно со школьниками, воспитанниками детских садов и жителями провела вахту памяти. Возложение к памятникам погибших воинов посвятили жителям деревень, участникам войны, павшим на полях сражений. Амелюшкин Иван Кузьмич из деревни Ощерина ушёл на фронт в 1941 году. Дочь героя Веры и снаха Тамара до сих пор не теряют надежду найти место захоронения пропавшего без вести близкого человека. Он ушёл с первых дней войны. И, в общем, как началась война, он ушёл. И погиб. Уже в октябре-ноябре прислали похоронку без вести пропавших. И до сих пор мы ищем вот как бы это где-то. Он прислал одно письмо под Смоленском. Едут в район Смоленск. Неравнодушие. Вот что, пожалуй, объединяет всех участников этого мероприятия. Самые маленькие из них – воспитанники детского сада «Золотая рыбка». Начиная уже с детского сада, мы воспитываем детей патриотизм и чувство любви к своей родине. И хотим, чтобы дети помнили о тех великих годах, о тех, кто добыл победу в этой войне, чтобы не теряли своих корней. Дети неустанно, неустанно произносят слова благодарности, чтят память тех воинов, которые погибли на полях сражений. И для нас это очень дорого, потому что пока есть память, у нас есть история, у нас есть будущее. Тему воспоминаний продолжили школьники. Они зачитывали фамилии погибших на войне жителей деревни. Светлую память павших героев почтили минуты молчания. По традиции к мемориалу возложили живые цветы и венки. Вахта памяти продолжилась в деревне Картино. Учащиеся развилковской школы представили литературную композицию на тему войны. Личное участие в таком мероприятии очень важно для ребят. Моя бабушка ежегодно организовывает эту вахту памяти, поэтому мне очень дорого здесь участвовать, так как я с ней уже долго работаю и многих ветеранов знаю. Мы много посещали ветеранов, мне очень дороги их истории, и я знаю, как это было трудно, и могу себе это представить. Все еще открываются новые страницы судеб поколения времен войны, и современная молодежь учится на примерах героев. Это самая печальная страница в истории нашей страны, и, конечно же, мы не можем об этом просто так забыть. Нам эта память очень важна, мы должны передавать это из поколения в поколение, что и делает эта вахта. Такие вахты памяти – это и чествование великой победы и тех, кто внес в нее неоценимый вклад. Мы все в неоплатном долгу перед ними. Лариса Вольнова, Константин Брылов, Наталья Буслаева. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова